Здравствуйте дорогие зрители и гости моего канала меня зовут Юра и мы продолжаем блуждать по сожалением Колина загружаем последнюю сохраненную игру только что он тут разлил лимонный сок это было еще одно момента пойдемте искать части они выбрались наконец-то скопили деньжат и выбрались на какой-то курорт почему он здесь сидит один я не один ну же Колина вода не настолько холодная эти зефирки точно пережарятся прикольно здесь больше никого нет я так понимаю то здесь на пирсе видимо туда можно зайти нам все равно момента туда возвращаться а тут вот их типа отдельный но нифига себе в полу даже можно море понаблюдать так ну-ка картина выцвешившая картина сбора это они на бора-бора поехали ну конечно вы блин рыбки вон плавают офигеть не ну это конечно круто я понимаю они потратили вот у нас чтобы на бора-бора слетать на штуке три баксов наверное надо на двоих то есть вот прикиньте да ну собирается да действительно половина сбережения любой более менее нормальной семьи пустой лист бумаги похоже он собирается накидать стишок вот не знаю стишок ли похоже она тут не стишок собирается накидать а кое-чего накидать другого ты еще не спишь нажралась там своей этой амаритой еще спит говорил тебе надо было пройдем он и сок всю кровать разлеглась за да уж спит она совсем не грациозно пьяная спит так еще одно нам надо думаю мы здесь еще не все проверили лимонный сок на цветочки опять этот гибискус здесь куда более подходящее место для подобных цветов спасибо за подсказку игра уходил бы блин опять из этого гибискуса ура тащится в самое начало крайней мере мы на пляже так там я не пройду на на это было бы хорошо честно говоря никогда в жизни не пробовал то тут зефир которую они называют и нафига него жарят вообще не представляю просто-напросто странно для меня всегда было она туда бы мы не могли бы пройти так лимонный сачок ясно и что я же не могу это переместить а а понял то здесь еще и тряпочка нужно да то есть нужна была тряпочка тьфу ты ё-моё я что-то сачок собирал кей но вспоминание как он протирает самолётик эй скоро начнется твоя смена магазине хорошо я почти закончил ты хотя бы сделал домашнее задание сделаю когда еще когда не будет клиентов петро добра а свое ты сделала и подловил так это опасно и точно стоит спуститься вниз ну как сказать что уже так уже сильно опасно то есть здесь ничего не будет кроме самолётика да ну верен заправочный наверно какой-то грузовичок ну ладно пойдем пойдем значит я не вижу здесь больше ничего активного так подметает здесь стоит этот новенький совсем какой-то тихий ага но он хотя бы делает свою работу у него случайно не запланирован полет сегодня послеполудня да но у нас нехватка самолетов из-за того что кто-то пробил колесо если кому-нибудь не отменят сомневаюсь что он сможет полететь у него хоть инструктор есть без понятия эй кажется это они тебе говорят я знаю так эти ребята о чем говорят я все проверил подготовил сэр я уже провел время расчеты массы баланса осуществил предполетную проверку и разобрался с документами круто но под ними там поднимается ветер так что твой одиночный маршрутный перелет отменен почему это всегда со мной происходит тут короче невезучий какой-то чувак здесь сидит так короче здесь изучают силу тяги кота точнее самолета с мордой кота таким образом четыре силы формируют устойчивый полет вопросы эм почему у этого самолета кошачья голова не знаю она уже была когда я начала здесь работать так что я просто написала поверх чувак вот этот по ходу знает почему размытая записи работе в аэропорту и фей уснувший на крыле самолета здесь еще несколько заметок получаю почитать так взлетных полосах номера взлетно-посадочных полос на самом деле говорят о направлении полосы просто добавьте 0 в конце номера полосы получить ее магнитный курс например полоса 9 с 11 градусом компасы кстати именно поэтому полоса на разных полосы всегда отличается на 18-180 градусов у каждого самолета есть минимальная скорость позволяющая держаться в воздухе что-то о превышении критического угла атаки и срыве воздушного потока и так далее короче самолеты почти как автобус который взрывается в том фильме при падении скорости ниже восьмидесятки поэтому он не нужен принципе но не забыть при отказе двигателя самолет не рухнет на землю при отказе двигателя самолет не рухнет на землю конечно барих их каждый чертов раз вот давайте достану вам всего лишь надо выцепить и изнутри и о полегче на виражах парень я здесь уже много лет но так и не разобрался с этой штуковиной ты похоже владеешь какой-то авто на автоматной магией я знаю только потому что мне приходится его чистить так что понятно так на кассе теперь стоит так вот 24 доллара мелочью а тут целая куча монеток чего у меня свободен весь день так хорошо считай пение быстрее мальчик ты очередь задерживаешь он очередь задерживает аутой козыд весь день свободен ну ка спит а вот так просто да полагаю у каждого находится своя причина летать а что насчет вас знаешь если только между нами быть инструктором по полетам не настоящая моя страсть перед тем как устроиться работать сюда я занимался акробатическим рисованием в небе ух ты это когда рисуешь мне всякие штуки следами самолета а я был чертовски хорош но потом меня уволили почему полная дискриминация уверяю все из-за того что они узнали что я не очень вылетевшие школы ты такая типа как это было им дело до того что я самый искусственный пилот во всем моем авиапарке нет но лишь из-за того что я не очень умею читать меня вышвырнули на мороз одна мысль от этого беля бесит а как-то совсем несправедливо вышло но может если однажды мне понадобятся ваши услуги я смогу вас нанять спасибо парень блин сначала ты достал мою газировку а теперь клянешься вернуть мне смысл жизни видимо придется выучить тебя так что закачаешься замечательно прошло ты-то вот спит кажется мы немножко в тупике не хватает еще одного звена памяти но индикаторы указывают на то что в этой зоне мы все активировали может получится как-нибудь простимулировать его память надеюсь давай смотреть в оба память это простимулировать она явно чувствует себя как дома спит везде где не знаю как он тут простимулировать то память самолетиком типа этим еще здесь не вызывается что-то чувствовал смысле не знаю какой-то легкий ветерок погнали двери открыты раньше она была закрыта ты сделал если бы я ты бы узнал я шел прямо за тобой вообще я даже не знаю почему постоянно за тобой хожу фига они тут появились шо это за чертовщина я не знаю но похоже это наш билет прочь от этого вспоминания но то что нам нужен путь дальше и это место как по волшебству открылось само да еще из ряда вон выходящим способом я не знаю что тут происходит но идти нам больше некуда ну же мы должны прыгать ну а и нет я даже вниз посмотреть не могу есть только один способ все выяснить мил ладно прыгаю на счет 3 2 хватит толкать меня вниз ева что я тебя не толкала да конечно твою мать оба на самолет приземлились ну хорошо что они в винт попали эй ты как в порядке какого лешего происходит почему все именно так погоди пауба все упал я кажется вижу их внутри чуваки в самолете сидят причем втроем какого лешего происходит почему это происходит ты неплохо справляешься мы не умрем итак видишь посадочную полосу вижу наверное ладно начинай заходить на посадку не забудь проверить приборы эм рабочая смесь богатая насос включенный зафиксирован зеро янки ромео посадка на полосу 2 1 разрешена зеро янки ромео мы слишком высоко выпусти закрылки быстрее порядок беру управление на себя слава богу держись похоже приземляемся короче баре приземляется а не колин интересно что разве можно было дитёв учить с полетом в таком возрасте а это не опасно так короче доктор тут у нас лежит отдыхает испугался эй ты в порядке нет ева я не в порядке на самом деле я мертв конец игры ну все собственно ребят на этом живо вставай баран короче ладно так где момент это искать они тут стоят разбор полетов видимо голова кружится это нормально не волнуйся скоро пройдет что знаешь что ну вот возьми мою шапку ах ты напоминаешь меня собственно юности у меня тогда был знакомый такой же нервный как ты эй а ты в ней круто смотришься это скажу я тебе ничто по сравнению с акробатическим рисованием в небе которым я занимался когда-нибудь я к нему вернусь мемент ошибки да хватит бам прямо в башку снова выстрел в голову ева не целись ура даешь сотрясение мозга аха в голове тебе повезло что я запрограммировал свою голову так чтобы она была твердая как камень а ты подготовился давай шапку щас шапку готовим хатыт эээээс Хадыщ Хадыщ Ну вот и 100% Короче, главное набить определенное количество этих шапок, вообще не важно совершенно, что оно и как будет София, ты выйдешь за меня Ха, он все-таки, короче, выйдешь В общем, заказал у Барри его услугу Черт возьми, Барри Ну, короче, понятно, неправильно Сфия, не София, а Сфия Но он его предупреждал Короче, он уже говорил, что, типа, не очень хорошо читает Заметка, сожаление, предложение с ошибками Подумаешь Неправильно написано сообщение с предложением, которое все увидели О май гот Так вот, почему его уволили Такая стоит Памятный предмет готовим Сработало Серьезно, одна единственная сфера с воспоминанием о предложении Ну и что, он хотя бы запомнил Молодцы Локализаторы, даже вот эту вот надпись постарались Они перевели И причем сделали все так, как надо Да, стремится сюда Блин, ты способен пилотировать самолет, но не умеешь водить машину? Как так? Приоритеты И все благодаря тебе Пошли, а то опоздаем У нее определенно больше экранного времени, чем у его жены в сцене с предложением Есть в ней кое-что, что меня действительно беспокоит Ой, не принимай это так близко к сердцу, Колин Колин же не твой муж Это не то, что... Ладно, проехали Слушай, если подумать В чем дело Знаешь, пожалуй, на этот раз я пас Это ведь твоя первая репетиция с ними Ты и так заметно нервничаешь Эй, я не нервничаю А даже если это так Твое присутствие поможет Возможно, но... Я, знаешь ли, не всегда буду под боком К тому же, без меня под боком ты сможешь лучше сконцентрироваться Слушай, помнишь, как ты раньше после школы всегда рассказывал мне, как прошел день? Почему бы тебе не поступить так же и не рассказать обо всем после репетиции? Что ж, решено Пакета А, короче, что-то за... Все будет хорошо Ух, ну эксцентричная же девочка Получена заметка Чмокнуться Че? А, чмокнутая Кое-кто немного стукнутый головушкой Офигеть Это прикол Я думал, она свалить хочет с кем-нибудь там на свидание, блин И тут оказывается в кусты просто Добро пожаловать, вы новичок, да? Репетиция скоро начнется Сначала вам стоит разогреться на зале для занятий Слушай, Ева, ты знаешь, кто такой джентльмен? Это тот, кто умеет играть на тромбоне, но не играет, ха-ха-ха Ты не единственный, кто ездил в музыкальный лагерь Лагерь, а еще это труба Берите эту волторну с дивана, пока ее слюнями не заляпали Да, расслабься, слюни уже и так повсюду Бери эту волторну с дивана, пока ее слюнями не заляпали Блин, он тоже говорит Происходит Так, ну-ка, ну-ка Эй, репетиция скоро начнется, бегом марш Несколько пустых страниц В этом моменте надо Окей Так, а что-то она красная У меня все нормально Я туда пришла? Уф, поверить не могу, что опаздываю А вот София Такая Это была София? Думаю, да Знамя, метка, знакомство с Софией Чувак сожалеет, что София познакомилась Колин и София познакомились на репетиции оркестра Ладно, хватит, стойте, остановитесь Кто-то испортил так номер 36 Где-то справа от меня Кто-то в секции виолончелистов Кто-то сидящий во втором ряду от концертного зала Кажется, твое имя Колин Ты немного поторопился, будь аккуратнее Хорошо Так, давайте начнем с такта номер 35 Начинайте соло, готовы? Все они вместе возят, видите? А это так, короче, отдельно от них Типа херячет Блин, музыка классная, вообще супер просто Реально изумляет Композитору этой игры стоит вообще отдать должное Он реально сделал не меньше, чем сценарист Опять книжица у нас является памятным предметом, если я не ошибаюсь Ну да Так Хорошо Это было легко, даже не надо было ничего делать Практически Думать даже не надо было Так Что ж, я закончил свой Я тоже Давай-ка посмотрим, что ты Что это такое? Моя лучшая попытка Уже свидания начались? А он быстрый Ну, мы все еще прыгаем туда-сюда Да, скорее всего прошло какое-то время Рыбонька Быстро набросы карандашом А я тут что нарисовал? Тоже рыбонька, в принципе, подумаешь Быстро набросы карандашом Боже, интересно У кого он научился так рисковать? Рисовать Я, к слову, тоже рисовать совершенно не умею Поэтому Меня это не смущает Какие-нибудь корявые рисунки Так А там направо вообще можно сходить? Слушай, красивая какая локация Рыбоньки плавают Он еще направо тут можно сходить Давайте сходим сначала сюда Здесь зеленая стрелочка Эй, куда он? О, для голованового он очень ласковый Даже немного щекотно Получай, как говорится Заметка, сожалению Чернильная атака Ну и что? Это наоборот прикольно было На первом свидании Колин словил хальмара в лицо Типа хе-хе-хе Хе-хе-хе Чем-чем-то Почему она вообще в контактном бассейне? Ну типа, видишь Это контактный бассейн Это животные, которых типа можно потрогать Ну вот так вот Чтобы знал, что не стоит вообще всех подряд трогать Этот осьминог его чернилами Акропил Своими О боже Ты куда метнулась-то? Что такое, Розалин? Медузы! Ты в порядке, Ева? Их так много Ну ладно, хорошо Если человек интересуется только Не только садоводством Огромный настенный аквариум Ну ладно Так, подожди Ну думаю, я всегда любил фортепиано Но В детстве у меня была учительница по фортепиано Каждый раз, когда я играла Она заставляла меня чувствовать себя худшим пианистом в мире На какое-то время я перестала к ней приходить И перестала играть Я была закомплексованным ребенком Меня это правда задевало И всякий раз, когда я в себе сомневалась Я вспоминала ее слова Однажды я решила, что с меня хватит Я сказался, что в один прекрасный день Стану концертной пианисткой Но разве это не значит, что она решила Твою дальнейшую судьбу за тебя? Что ж, наверное, у меня просто странные взгляды на мир Мне не особо важно, на какой путь я ступила Главное, что извлекла из него максимум Жизнь так коротка Мы ни за что не успеем сделать все, что хотим Чтобы мы не сделали Всегда остаются неопробованные вещи И непройденные пути Так что, думаю, в итоге я должна быть довольна тем, что выбрала Ладно, все это пустая болтовня Хватит обо мне Может поговорим о тебе? Что тебя побудило стать пилотом? Я Я хотел летать в разные места И все Давным-давно мой друг отправился куда-то очень далеко Думаю, я просто хотел... Ну, про птичку, короче, расскажет Я просто хотел снова его найти За что что-нибудь важное? Не знаю Я на акул пялился Хорошо Позови, когда мы будем готовы двигаться дальше Все-таки хочу с ней поговорить Разберись с этим воспоминанием, ладно Ставь меня ненадолго Хорошо Так, это Мементо Все же еще туда схожу, наверное Здесь ничего нет Ужас какой-то Нет, тихо-тихо-тихо А, ну здесь не то чтобы ничего нет Здесь просто можно подняться с этой стороны, ясно Ева, ты там идешь, не? Что у нас там самолетик, да? Фух А как это сделать? Моуро? Так. Тихо. О. Круче этого я добивался. Много, правда, потратил ходов, но ничего не поделаешь. Давай активируй, без Евы, походу. Эй, теперь можно двигаться дальше. Тогда иди, я скоро догоню. Фига, она там зависла на медузах. Самолетик от кого-то сломал. Короче, это вот, наверное, Фэй. Ты явно, говорит, не спешишь. Эй, никто меня не выгоняет. Хорошо, что я со всем справляюсь вовремя, да? Лучше бы тебе так и продолжать. Наружу ждет совсем другой мир. Ты готов идти? Да? Один момент. У тебя закончилась медузная фаза? Это не фаза. Это не фаза. И да. Что здесь происходит? Пока не уверен, но место явно выглядит пустынным. Так, ну что ж, ребят, ладно, на этом серию закончим. Спасибо, что смотрели. Надеюсь понравилось. С вами был Юра. Всем самого наилучшего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok